что у меня к вам вопрос остались ли вопросы по теме трансплантат не вести булопластика вести булопластику мы в нее еще будем погружаться именно трансплантат заборы фиксация осложнения принимающая лёжа ну по сути это просто визуализируете глаза но вы все равно видите где вы срезанная поверхность или краешек аппетеля у вас остался трансплантат должен перекрывать зону рецессии таким образом чтобы мертвое пространство например поверхность корня на которых было находится было в два раза меньше чем его оставшаяся часть по три с каждой стороны сам забор трансплантата наверное посмотрим вам сейчас прям поискать или как по самому забор трансплантата по самому забор трансплантата да сейчас найдем соня наденем пожалуйста одиночный слайд забор трансплантата где окном с меня не обе вырезаны знаешь где хорошая фотография петрова мария зайди в операцию ну просто ни у кого не было вопросов я честно говоря этот слайд уже 100 лет только убрала из презентации мы сейчас вам покажем обязательно не переживайте хорошо если не посмотреть а вопрос ответить мы можем продолжать дальше да вот мы про них и говорили наличие мертвых пространств является мертвое пространство это все где либо не прилегает либо имеет отсутствие питания это тоже мертвое пространство или белое пятно как на европейской литературе почему вы его накладываете вот только что же девушка спрашивала какой объем если например ширина корня поверхности которой он будет прилегать 3 миллиметра то она вот это мертвое пространство должно быть в два раза меньше чем весь объем трансплантата то есть у него должно быть питание оставаться в два раза больше да принимать то есть ничего не вырезается нигде нигде это это просто белое пятно на котором он не имеет питания да или например вот выборы к принимающему ложе прификсировали привести булопластики там у вас везде да например есть при нем питание но если оно где-то у вас не прижат трансплантат это будет тоже белым пятном он отсыл он не прилегает в обоих случаях это мертвое пространство это мертвое пространство слушайте а я не знаю на чем вы работаете на чем вы работаете конечно кава например я вообще работаю на не больше пяти вообще потому что там он уже по моему хвост может разрушить их ультразвук его можно как пьезоаппарат использовать на 8 и 10 а у меня эмэс это то что мое я работаю на нскею на десятке он мягкий он такой нежный очень вам же нужно по сути обработать и уже немножко взрыхлить вот этот бесклеточный цемент чтоб он стал готовы вы наносите дальше буфер это все очищается он еще больше аэрирует и потом вы срезаете киретой да процесс да да это конечно это финишная обработка как при скайлинге ротпленинге все то же самое в любых продонтологических операциях используется единый метод единый протокол слава богу для обработки поверхности корня Саня ты нашла давайте еще раз смотрите ультразвукровая обработка экспозиция две минуты обита зоноспецифическая кирета полировка бором да записали себя замечательно все мы двигаемся дальше и сейчас найдет дизайнер вам покажет обязательно фотографию это базовая операция когда-то чешский профессор Карацки предложил метод расщепленного окна его стали называть карманом Тарацки это базовый предвестник всех тоннельных методик всех методов увеличения прикрепленной десны в области имплантатов всех изменений биотипа десны в области зубов имплантатов это базовая операция которую владеть должен уметь каждый хирург и я думаю что все умеют это делать ничего сложного совершенно не существует но без вот этой базового мануального навыка вы имеете возможность двигаться дальше а как ты извините пожалуйста мы сейчас доктору покажем да я прошу прощения однажды а саня вращает так же каждый надо вот измерения толщины донорской зоны нет вообще ничего Саня подойди ко мне пожалуйста он у вас на экране в машине ничего не работает сейчас там рисунок следующий слайд да следующий слайд это закрыть надо включить этот слайд вот он следующий давайте вот я подключаю да дальше вот посмотрите пожалуйста это погружение брюшка да дальше а вот я сейчас открою вот следующий да можно дальше вот получилось окно которое мы вырезали дальше и вот таким образом мы его отсепарировали от донорской зоны дальше дальше ну по всей видимости так как у меня была возможность это сделать но от десневого края мы отступаем ровно полтора миллиметра это зона свободной десны в которой мы не вторгаемся все спасибо можно мне вернуть могу да я сейчас верну доктор дай достаточно начнем я не начнем Продолжение следует...